СЕРЫЕ ВОЛКИ СЕРЫЕ ВОЛКИ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Немецкие подводные лодки 1939-1941 годы В мае 1945 года Уинстон Черчилль появился на балконе Букингемского дворца. Под его руководством Британия прошла через самую разрушительную войну в истории человечества. Никогда он так не переживал за исход этой войны, как во время битвы за Атлантику, когда немецкие подводные лодки почти перерезали поток грузов, идущих в страну. Через несколько дней весь Лондон высыпал на набережную. По Темпзе шла захваченная вражеская подводная лодка. Для многих в толпе она являлась слицетворением угрозы, едва не уничтожившей Британию дважды в течение одного поколения. Кайзер Вильгельм II мечтал создать мощный флот, который смог бы бросить вызов Великобритании, крупнейшей морской державе мира. Это послужило одной из причин Первой мировой войны. Практическую работу вел адмирал фон Тирпиц. Он проектировал флот, с которым не отважился бы сразиться ни один из противников Германии. Однако он жестоко просчитался. Огромные вложения, сделанные германским правительством строительства флота до 1914 года, были сочетаны угрозой интересам Великобритании. Прежде всего, линейные корабли класса Кёниг. Спуск на воду одного из них в 1912 году вы видите на этих кадрах. Они могли действовать в Северном море. Среди огромного количества прочих судов, вложения в строительство подводных лодок, вооруженных торпедами, были небольшими. Когда в 1914 году началась война, в распоряжении немецкого флота было всего 29 подводных лодок, меньше, чем у Франции и Великобритании. Германия занимала крайне невыгодное геополитическое положение. Ее было вполне реально блокировать с моря. Надводный флот не мог подорвать позиции британского флота в Северном море. В такой ситуации командование было вынуждено обратиться к использованию подводных лодок, единостного оружия, способного действовать против явно преусходящего противника. Именно подводный флот, это скромно незаметное подразделение, дал Германии ее первого героя в лице капитана-лейтенанта Отто Ведигена. Его достижение настолько впечатляло, что пришлось даже воссоздавать события, которые привели к столь выдающемуся результату, с целью снять один из первых пропагандистских фильмов, появившихся в Германии в 1914 году. Его демонстрировали во всех кинотеатрах страны, с целью добиться поддержки населения. Таким образом, повышенное внимание средств массовой информации к адмиралу Дёнюсу и его серым волкам во время Второй мировой войны, где они сыграли такую важную роль, было обеспечено. Война началась в августе 1914 года. Первые попытки воюющих держав использовать подводные лодки были очень неуверенными, так как никто пока не знал, как должно действовать это легко уязвимое оружие. Ведиген командовал У-9 небольшой лодкой, построенной в 1910 году. Вместе с девятью другими лодками она отправилась в Северное море. Задачей было обнаружить корабли британского флота. Они переместились с севернее, на позиции между Норвегией и Аркнеевскими островами. Дальше эти лодки еще не посылались. На второй день лодка в Ведигене получила повреждения. Остальные смогли дойти до указанной позиции. Одна из них, У-15, была обнаружена на поверхности британским крейсером «Бирмингем», который протаранил и потопил ее. Когда оставшиеся вернулись в порт, выяснилось, что У-13 тоже потеряно. Таким образом, первая операция с участием подводных лодок расценивалась как провал. Однако англичане обратили внимание на то, что они действовали гораздо дальше от баз, чем считалось возможным. То, что У-15 удалось так легко протаранить, убедило их в том, что для надводных кораблей лодки не представляют серьезной опасности. Во время своего следующего похода Ведиген сумел опровергнуть эту идею. Он вышел с Северное море через несколько недель, 22 сентября. Находясь на отводном положении, он засек дым из труб трех военных кораблей. Погрузившись, он последовал за ними и определил в них три английских броненосца водоизмещением по 12 тысяч тонн. Это были Абукир, Крэйси и Хейк. Ведиген торпедировал по очереди все три корабля. Один за другим они отправились на дно. Вместе с ними тысяча сто человек. Лишь немногие смогли остаться в живых. Вскоре прославились и другие командиры подводных лодок. Макс Валентинер, командир У-38, был известен своей жестокостью. Лодор Арнольд де Лапьер стал первым по тоннажу потопных кораблей среди асов двух мировых войн. После Витландского сражения, состоявшегося в 1916 году, и неудачи германского флота, так и не победившего англичан в Северном море, немецкое командование решило, что только удар по морским коммуникациям, от которых зависело существование Великобритании, принесет победу. В течение следующих двух лет торговые суда, доставлявшие грузы в британские порты, стали объектами атак подводных лодок. Потери были огромные. Только за первые четыре месяца 1917 года удалось потопить суда общим водоизмещением 1 миллион 250 тысяч тонн. В следующие четыре месяца увеличили эту цифру до полутора мировых тонн. Такие удары просто лишали Британию торгового флота. Судостроительная промышленность не могла компенсировать эти потери. Корабли шли поодиночке, а поскольку первый лорд адмиралтейства Джеллико был категорически против системы конвоев, потери продолжали расти. Только за последние четыре месяца 1917 года все же удалось ввести конвой и добиться снижения потерь. Теперь для того, чтобы добиться побед, подводным лодкам приходилось искать конвой и вступать в бой с кораблями охранения. Как следствие, стали расти потери среди подводных лодок. И в 1917-1918 годах немцы потеряли 150 лодок вместе с экипажами. Такого удара они не могли выдержать. Судоходные трассы охранялись. Объем поставок из Америки начал увеличиваться. В июне 1918 года долгое сражение с подводными лодками наконец было выиграно. Они потерпели поражение, а вместе с ними и вся Германия. Несмотря на то, что война продолжалась до ноября, цена за победу в Атлантике была очень высокой. Подводным лодкам почти удалось заморить Англию голодом. По условиям перемирия, которые начинали действовать с 11 ноября 1918 года, немцы должны были передать союзникам в Гиле 176 подводных лодок. К 1 декабря 122 прибыли в Херидж, где их должны были поделить между плотами союзников. Многие были отправлены на слом. Однако некоторым все же удалось послужить бывшим противникам. На Германию были наложены ограничения. Версальский договор разрешал лишь незначительное военно-морское строительство. Вы видите один из эпизодов. Однако с соблюдением особой секретности велись разработки подводных лодок. В 1922 году в Голландии была основана фирма, занимавшаяся строительством подводных лодок для других стран. В 1927 году на флоте уже имелось засекреченное техническое отделение, занимавшееся подводными лодками. А в 30-е годы все было готово к строительству подводного флота, если позволит политическая ситуация. Так и произошло в 1933 году после прихода к власти Адольфа Гитлера. Он полностью поддерживал командующего флотом адмирал Реддер в его желании создать новый флот, способный конкурировать с силами противников. Реддер понимал, что Гитлер не торопится с масштабным строительством флота, опасаясь вызвать негативную реакцию Великобритании. Гитлер надеялся избежать столкновений с Британией и был очень доволен тем, что в 1935 году ему удалось заключить с ней морской договор. Там было два основных пункта. Первый разрешал Германии строиться новых кораблей, ограниченные 35% метанажа британского флота. Так Гитлер надеялся избежать конфликта с англичанами. Что касается подводных лодов, то их можно было спустить на воду столько же, сколько было у Британии. Но оба государства сосредоточились на постройке тяжелых надводных кораблей. Несмотря на уроки Первой мировой войны, они все еще считались основной силой современного флота. Рейдер, однако, не придавал особого значения договору. В его планы входило гораздо более масштабное строительство. С 1935 года, несмотря на задержки на судоверках, Гитлер также уделял повышенное внимание созданию больших кораблей. Как и Рейдер, он предпочитал линейные корабли. В 1939 году Рейдер представил Гитлеру наивысшее воплощение своей мечты — план Z — программу строительства военно-морского флота, где главная роль отводилась линейным кораблям. Совершенно нереальный план предполагал строительство 10 линейных кораблей, 4 авианосцев, 4 броненосцев, 5 тяжелых крейсеров, 68 эсминцев и 249 подводных лодок. Программу планировалось завершить самое позднее в 1948 году. Рейдер уверял Гитлера, что такой флот может победить не только Англию, но и Америку. Через 11 дней после подписания морского договора с Англией в Кире была спущена на воду первая подводная лодка с 1918 года. В сентябре 1935 года Гитлер назначил командующим подводным флотом Карла Дюнница. Как и все, кто служил на подводных лодках в годы Первой мировой войны, Дюнниц не сомневался в эффективности этого вида оружия. Без сомнений он поддерживал нацистов и верно служил фюреру. В итоге он стал не только командующим военно-морским флотом, но и преемником Гитлера в 1945 году. Дюнниц был сторонником первоочередного развития подводного флота и всячески стремился в предвоенные годы повысить эффективность действий своих немногочисленных сил. Действия подводных лодок в годы Первой мировой войны позволили ему разработать два основных положения будущей стратегии. Первое — это уничтожение тоннажа. Если ежемесячно запить британские торговые суда общим водоизмещением 750 тысяч тонн, то Британия будет вынуждена капитулировать. Второе положение — это использование против конвоев тактики «Волчьих стай». В 1939 году значительную часть подводного флота составляли лодки типа «2», водоизмещением всего 250 тонн. Дюнниц рассматривал их прежде всего как учебные, но в начале войны они использовались очень активно. Перед вами множество вариантов лодки типа «7», водоизмещением 626 тонн. В ходе войны их будет построено больше всего, более 600, однако к концу войны они станут устаревшими. И еще один класс лодок типа «9», водоизмещением более 1000 тонн, которые больше всего соответствовали английским и американским подводным лодкам. Их было пять модификаций. Экипажи не очень любили их и прозвали «Морские коровы». Когда в середине августа 30 подводных лодок были отправлены в Атлантику и Северное море, ни Редер, ни Дюнниц не рассматривали это как подготовку к войне. Гитлер уверял их обоих, что в 1939 году войны с Англией не будет. Война с Польшей началась с залпов самого старого из всех линкоров, состоящих на службе во флотах развитых стран. Версальский договор оставлял Германии три линейных корабля. Один из них и был «Шлезвик Гольштейн», построенный еще в 1906 году и прошедший основательную модернизацию. Сухопутные войска вермахта наступали в Польше при поддержке заново созданных военно-воздушных сил Люфтваффе. Политические последствия решения Гитлера ударить дальше на восток сказались незамедлительно. Великобритания объявила войну Германии 3 сентября. Редер надеялся, что война на море начнется не раньше 1944 года, когда в его распоряжении будет гораздо больше кораблей. Потрясенный Дюнниц заявил, «Сегодня у нас нет ни оружия, ни руководства для действий против такого противника. Война будет долгой, но если каждый выполнит свой долг, мы обязательно победим». Когда по радио объявили о начале военных действий, 18 лодок типа 7 и 9 находились на позициях в Атлантике, от северного побережья Ирландии на восток до Азорских островов. Все они подчинялись правилам призового захвата кораблей противника. Однако действия командира У-30 подтверждают, что немцы с самого начала войны были готовы нарушать установленные нормы. Лодкой У-30 типа 7 командовал капитан-лейтенант Фридс Юлиус Лемб. Она патрулировала в 400 километрах с северо-западу от побережья Ирландии, когда вечером 3 сентября Лемб обнаружил большой корабль, идущий зигзагом, к западу от судоходных трасс. Лемб объяснял свои действия тем, что принял противника за войсковой транспорт. В 22.00 он выпустил по кораблю две торпеды. Обе попали в цель. На самом деле его жертвой оказался пассажирский лайнер «Афиния», идущий из Ливеркуля. На его борту находилось 1100 пассажиров, из них 112 погибли. 28 были американцами. Англичане объявили, что Германия пытается развязать неограниченную подводную войну. 17 сентября на западных подступах был потоплен авианосец «Коррейджис». Погибли 518 членов экипажа. Действия У-29 вызвали у Министерства пропаганды Геббельса гораздо больше энтузиазма, чем потопление Лембом Афинии. Дюнитт счел потопление одного из больших военных кораблей противника несомненным успехом, а также доказательством того, что противополучная оборона Великобритании не так эффективна, как считалось. Досталось и командиру У-29, капитан-лейтенант Тотто Шухарту. Пресса первому крестила его серым волком. Шухарт служил на флоте уже 10 лет и стал командовать У-29 лодкой «Типа-7» перед самым началом войны. Лодка подопила еще 16 кораблей, и в мае 1940 года Шухарт был награжден рыцарским крестом. Победа прославила подводный флот. Боевой дух матросов и офицеров был на высоте. Это видно из-за снятого на пленку визита Гитлера в Вильгельмскаффен в штаб Дюннидса 28 сентября. Дюннидс был доволен тем, что Гитлер встречается и разговаривает с его подчиненными. Фюрер всячески расхваливал подводников за их смелые действия. И тут Дюннидс воспользовался возможностью и заявил Гитлеру, что 300 подводных лодок достаточно для того, чтобы одержать решающую победу над Англией. В 1919 году, после окончания Первой мировой войны, германский флот был затоплен в Скапо-Флоу. С тех пор главная база английского флота не давала покоя немецким морякам. Дюннидс несколько раз приступал к планированию операций против Скапо-Флоу, который с 1914 года продолжал оставаться главной стоянкой флота Метрополии. Выбирая наиболее подходящего для выполнения задачи командира, Дюннидс остановился на капитана-лейтенанте Гюнтере Принни. Дюннидс считал, что он обладает всеми необходимыми для этого качествами и способностями. У-47 вышла из Вильгамм-Скаффена 8 октября. Вечером 13-го ей удалось пройти незамеченный через пролив ведущий Скапо-Флоу. Принн выпустил два залпа торпед в линкор Ройл-Оу под размещением 33 тысячи тонн, спущенный на воду в 1916 году. В 1920 году он был модернизирован, но все равно не мог выстоять против такого удара. Корабль затонул, а вместе с ним погибли 330 членов экипажа. Принна и его экипаж ждал торжественный прием. Гитлер был вне себя от восторга и присвоил Дюницу очередное звание. Операторам удалось запечатлеть на ранних этапах войны неофициального Дюница, которого любили его подчиненные, о котором они до сих пор с восторгом вспоминают. Какие бы ни были его недостатки, среди них нет отсутствия обаяния, так необходимого лидеру. До того, как он стал гросс-адмиралом и переехал в Берлин, он старался всегда провожать и встречать свои лодки, сначала в Германии, а после июня 1940 года во Франции. Награды чаще всего вручались прямо на месте. Дюниц считал, что это способствует росту боевого духа. Он также присутствовал на обязательных парадах. Он всегда здоровался за руку со всем экипажем и глядел в глаза каждому моряку. Об этой его манере часто вспоминают ветераны. Они называют его дядя Карл или Лев. Это также свидетельствует о высокой степени уважения. К концу года его лодки потопили 114 судов общим водоизмещением 421 тысяча тонн. Потеряно было 9 лодок. 7 из них, 3 типа 9А, 1 типа 7А, 7Б и 2 типа 2Б были потоплены к концу октября. У-35 и У-36 обе типа 7А были потоплены в ноябре и декабре. Зима 1939-1940 года была очень холодной. Море вокруг Килии Вильгельмскафона было сковано льдом. Проходы для уходящих и возвращающихся лодок делали эсминцы. Когда 19 декабря 1939 года У-48 прошла мимо Фарерских островов, возвращаясь на базу, в Атлантике не осталось ни одной подводной лодки. Это было результатом программы строительства подводных лодок. Не удалось даже восстановить количество, потерянное в сентябре. Судоверфи тратили слишком много времени на ремонт и возвращение лодок в строй. Из-за погоды пришлось отложить боевые и учебные походы лодок в январе. Тем временем в еженедельных новостях показывали возвращение У-48 из успешного боевого похода. Адмирал Дюнец как обычно встречал экипаж, разговаривал с людьми и вручал награды. Многие получили на этот раз железные кресты, а камера зафиксировала общение Дюнеца с подчиненными. Через несколько месяцев, в марте 1940 года, Герберт Шульц, командир У-48, был награжден «Рыцарским крестом». За четыре похода У-48 потопило 16 кораблей, общим водоизмещением 109 тысяч тонн. Итоговым результатом Шульца стали 28 кораблей противника, и он сумел выжить. Гетлер решил нанести упреждающий удар, поскольку союзники были обеспокоены поставками железной руды в Германию из незамерзающего порта Нарвег на севере Норвегии. Основные силы военно-морского флота приняли участие в операции учений на Везере в апреле 1940 года. Операция началась 9 апреля. Через 24 часа капитулировала Дания. Действия против Норвегии неизбежно должны были вызвать ответный удар британского флота. В операцию учений на Везере должны были участвовать все подводные лодки. Их задачей было поддерживать надводные силы флота. Из-за действий в Норвегии, в Атлантике подводные лодки свернули все свои операции. Пока продолжалась операция, они не нападали на торговые суда, а вели оборону норвежских вод и атаковали вражеские военные корабли и транспорты. Однако их действия были расценены самими немцами как полный провал. Последующий анализ показал, что всему виной ни действия командиров, ни тактика, а неисправные торпеды. Список безрезультатных атак привел к настоящему кризису подводных сил флота. Командиры докладывали, как торпеды взрывались преждевременно или не взрывались вообще. Большинство атакующих действий ни к чему не привели. предположение о том, что в более холодной воде контактные магнитные взрыватели торпед не срабатывают, означало, что лодки были просто лишены оружия. Прошел не один месяц, прежде чем реальная проблема была решена. Последующие события мая-июня 1940 года, когда Германия оккупировала страны Бенилюкса и Франция, разгромив англо-французские войска, находились под пристальным вниманием командования военно-морского флота. Пал Париж. 21 июня был подписан мирный договор с Францией. Дюнец понимал, что в войне на море произойдут большие изменения. Стратегически невыгодное положение Германии резко улучшилось после захвата баз на Атлантическом побережье Франции. Теперь доступ в Северную Атлантику к основным судоходным трастам был открыт. Именно от них зависело существование Великобритании. Поэтому командование подводного флота заранее подготовило торпеды и обслуживающий персонал. Через 24 часа после подписания договора они были отправлены в район Бискайского залива. По условиям договора немцам не доставался французский флот. Но теперь союзники не могли использовать эти корабли для решения важных задач, в том числе охранения конвоев. Денитс Денитс не преувеличил, когда заявлял о том, что теперь изменившаяся стратегическая ситуация придаст новое значение действиям подводных лодок. Появление фюрера во время парада в Берлине вызвало неистовый восторг публики. Денитс, тем не менее, готовил своих подчиненных к долгой войне. Он не верил, что Британия сдастся или будет оккупирована. На практике размещение подводных лодок в портах Бискайского залива экономило около 700 километров до трасс конвоев по сравнению с движением из Килля или Вильгеймс-Хаппена. Что было еще более важным для Ньюдица, так это экономия времени. Неделя экономии позволяла увеличить число лодок, действующих в Атлантике на 25% в месяц. 7 июля капитан-лейтенант Фритц Юлиус Лемб на своей лодке У-30 вошел Лориан, порт на юге Британии. Она стала первой лодкой на территории бывшей французской военно-морской базы. Лориан стал одной из главных баз, откуда в течение последующих лет отправлялись в поход подводные лодки. Вскоре туда пришла лодка УА, строившаяся для Турции, но с начала войны переведенная в состав германского флота. Обе лодки, как обычно, встречал Дёниц, который перевел в свой штаб из Вильгельмскафона в Лориан. Ему понравилась база. Она явно превосходила перегруженные порты Германии. Поначалу многие сооружения использовались для заправки вооружений лодок. Торпеды Г-7 изготавливались в Германии и по железной дороге доставлялись в Лориан. Там они загружались на лодки, готовившиеся к выходу в море. Недостатком Лориана и других французских баз, оборудованных позже, стала их близость к Англии. Они находились в радиусе действий английских бомбардировщиков. Первый вопрос о защите новых баз подводных лодок поднял Гитлер в том же 1940 году. Он приказал начать строительство бетонных бункеров, которые к 1943 году стали характерной особенностью Бас-Бискайского залива. Вскоре после прибытия в Лориан Лэм принял командование У-110 лодкой типа 9Б с большим радиусом действия. Он погиб командой этой лодкой, когда ей пришлось всплыть во время атаки сразу двух английских эсминцев, охраняющих конвой ОБ-318 у Азорских островов в мае 1941 года. В второй половине 1940 года англичанам пришлось пережить тяжелые потери в торговых кораблях. Однако виной этому были не только подводные лодки. Над морскими коммуникациями начали действовать Поке-Ульфы 200 Кондор, переделанные из авиалайнеров Люфтганзе, модернизированные для выполнения задач дальнего патрулирования над водой, несмотря на небольшую бомбовую нагрузку, они обладали достаточным вооружением и радиусом действия, чтобы атаковать конвои там, где их не могли охранять самолеты королевских ВВС. Торговые суда остановились легкой добычей этих четырех моторных хищников. Кондоров было немного. Они составили первую эскадрилью в 40-й авиагруппе, базирующейся в Бордо. Они начали действовать в июне 1940-го года. Количество кораблей, потопленных кондорами, росло. Черчилль назвал их проклятием Атлантики. Дёнис был рад успешным действиям этих самолетов, однако для него они стали прежде всего проблемой, потому что сказывались на его возможности руководить операциями подводных лодок по обнаружению конвоев. В ясную погоду, которая была редкостью в Северной Атлантике, с подводной лодки можно было увидеть дым из трубы торгового судна на расстоянии до 50 миль. Однако, как правило, погода была плохой, видимость ограниченной, и конвои проскальзывали мимо. С 1938 года Дёнис наставил на том, чтобы у флота были свои разведывательные самолеты дальнего действия, которые могли бы находить цели для его подводных лодок. Командующий Люфтваффе Герман Геринг был категорически против этого предложения. Даже с появлением Кондоров Дёнис не мог руководить их действиями. В декабре 1940 года он заявил, что 40-я авиагруппа действует автономно и взаимодействие обеспечивается только благодаря личным связям. В его распоряжении ежедневно поступает только один Кондор. Когда в январе 1941 года Гитлер приказал отдать авиагруппу в распоряжение Дёниса, чтобы обеспечить ему разведку, Геринг яростно сопротивлялся этому до самого конца. Для Геринга было гораздо легче отрицать необходимость морской авиации, нежели чем оказывать содействие операциям подводных лодок. В итоге взаимодействие Кондоров с подводными лодками не состоялось. Неудивительно, что с июня по октябрь 1940 года, когда подводные лодки нанесли огромные потери торговым судам, идущим в Британию, для страны это были дни величайшей опасности. Ожидалось торжение на Британские острова. Все морские и воздушные резервы были оттянуты на помощь силам, выделенным для защиты от высадки немецких войск на побережье Ла-Манша. Поэтому, оставшись без охранения, конвои несли ничуть не меньшие потери, чем отдельно плывущие корабли. Французские порты Сен-Назер, Брест, Ла-Полис и Бордо также стали базами подводных лодок. Еще больше их количества вышло на судоходные трассы Атлантики. Очень много обстоятельств было на стороне Дюнница. Это стало очевидным, поэтому командиры лодок прозвали этот период временем удач. Потеряв всего шесть лодок, подводный флот Германии потопил 275 кораблей противника. Самым неудачным месяцем для англичан стал июнь, когда к 58 судам, потопленным подводными лодками, еще 22 уничтожил Люфтваффе. Итог 479 тысяч тонн. Тактика Волчьих стай использовала сразу нескольких лодок, давала возможность атаковать под прикрытием темноты в надводном положении. Ночью 21 сентября лодки У-99, У-48, У-46, У-65 и У-43 атаковали конвой АШ-72. Они потопили 11 кораблей. 19 октября этим же способом был атакован конвой HX-79. Потоплен 12 кораблей. Один из английских капитанов говорил, что благодаря низкому силуэту подводные лодки практически незаметны в темноте. Из-за небольших размеров они легко избегают столкновений и могут скрыться, будучи замеченными кораблями охранения. При таких атаках гидролокатор не действует. Мы совершенно беспомощны. Для Денниса успешные действия стали подтверждением тактики, отрабатываемой на учениях подводников с 1935 года. Их готовили атаковать конвои методом волчьих стай. Рост достижений командиров подводных лодок впечатлял. Их портретами пестрели страницы газет. Они появлялись кинокроники. К марту 1941 года Йохим Шепке командир У-100 потопил 35 кораблей но и погиб сам. Вильгельм Либе потопил 32 корабля общим водоизмещением 168 тысяч тонн. Он командовал У-38 до июня 1941 года. Самым известным среди серых волков на этот момент был Гюнтер Принн. Прежде всего благодаря своей вылазке с капа Хлоу. В июне 1940 года показал самым удачным месяцем для подводников 284 тысячи тонн. Принн показал результат 66 587 тонн. Лориан возвращается У-99 под командованием корветом капитана Отта Кречмера. Он добился наибольших успехов среди командиров в подводах лодок в этой войне. Итоговый результат составил 314 тысяч тонн. Он принял командование У-99 в апреле 1940 года после 9 походов на У-23, в которой было потоплено 9 кораблей. В течение трех месяцев, начиная с июня 1940 года, имя Кречмера стало очень хорошо известно. 4 августа он был награжден рыцарским крестом. На тот момент его счет составлял 117 тысяч тонн. В таких тяжелых условиях президент Рузвельт подписал акт о ленд-лизе, обеспечивающий поставки большого количества военных грузов в Британию в помощь ее действиям против нацистской Германии. США оставлялись нейтральным государством, но Рузвельт сделал все возможное для того, чтобы обеспечить выживание Британии. Черчилль открыто признавался американскому президенту, что терпит катастрофу на море, что ему нужны корабли охранения для защиты конвоев. Несмотря на противоположные мнения многих членов Конгресса, Рузвельт удовлетворил просьбу Черчилля и передал ему 54 трубных эсминцев времен Первой мировой войны в обмен на пользование британским военным базами за океаном. Хотя на бумаге англичане получили достаточное количество кораблей охранения, на деле они требовали основательной модернизации. Новый класс кораблей получил название Таун. Им представила долгая и нелегкая служба. Хотя они развивали большую скорость, экипажи недолюбливали, потому что они были узкими, сильно качались на волне и управлять ими было нелегко. Тем не менее они действовали неуспешно и сумели заполнить брешь в рядах Королевского флота в крайне тяжелый момент. В 1935 году единственным современным самолетом в распоряжении берегового командования Королевских ВВС была летающая лодка Сандерленд, а также бомбардировщик Гудзон американской постройки. В 1941 году их стало гораздо больше. Максимальный радиус действия составлял почти 5000 километров. Сандерленд стал единственным самолетом, который мог сопровождать конвои достаточно долго. В борьбе с подводными лодками это было необходимое оружие. В 1941 году к Сандерлендам присоединилось 30 американских летающих лодок Каталина. Несмотря на меньшую скорость, радиус действия был гораздо больше, и Каталина могли обеспечить охрану торговых судов на значительном расстоянии от порта. Вооруженные глубинными бомбами они атаковали подводные лодки. Немцы не знали о том, что англичанам удалось подобрать ключ к военно-морскому шифру после того, как они захватили шифровальную машину и книги кодов на тонной щелотке Лемпо У-110 в мае 1941 года. В конце мая специальное подразделение в Блечли-парке завершило эту работу. Переговоры подводных лодок со штабом расшифровывались. В результате адмиралтейства могло менять курс конвою, чтобы избежать ожидающего их противника. Все достижения первой половины 1941 года привели к росту результатов в борьбе с подводными лодками. Увеличение числа кораблей охранения, новая тактика и появление радиолокатора обеспечили успех в этот период. Жертвами стали многие знаменитые ассоподводники. Йохим Шепки погиб 17 марта 1941 года, когда эсминцы Ванок и Уокер после долгого преследования не потопили У-100. Ванок протаранил всплывшую на поверхность лодку. Ввиду эффективных действий Королевского флота, зона операций подводных лодок уходила все дальше на запад в Атлантику. Новая тактика кораблей охранения привела к гибели Гюнтера Прина. 6 марта Прин атакован конвой ОБ-293. Несмотря на неудачу, он удерживал контакт. Восьмого он снова атаковал. Но был в свою очередь такован глубинными бомбами. У-47 больше никто никогда не видел. Так погиб Гюнтер Прин. Кречмер был захвачен в плен после атаки на конвой АШИК-112. Вместе с экипажем он оставил тонущую лодку и провел оставшиеся годы войны в лагере для военнопленных в Канаде. АШИК-112. кинооператор снял фильм о боевом походе У-46 в Атлантике во второй половине 1941 года. Он дает достаточно полное представление о жизни на подводной лодке. У-46 сходил из состав седьмой флотилии базирующейся в Сен-Назере. Ей командовал прославившийся своими победами Энгельберт Эндрос. На этой стадии военных действий подводные лодки все еще могли пересекать Бискайский залив не опасаясь атак английских самолетов. В 1942 и 1943 годах идти в надводном положении не привлекая внимания патрулировавших Сандерленда было просто невозможно. Встреча двух лодок одной уходящей на задание и другой возвращавшейся были довольно частыми. На рубке У-46 хорошо видна Эблема разъяренный бык которую Эндрос унаследовал от лодки Прина У-47. На горизонте замечен дым раздался сигнал тревоги лодка готова к срочному погружению. Вахта спускается в рубку последним уходит сам Эндрос. Калодка начинает погружаться включаются электродвигатели. Два двигателя работающих в надводном положении останавливаются. Электромоторы питающиеся от аккумуляторных батарей позволяли завивать под водой максимальную скорость 7 узлов. Поскольку конвои развивали большую скорость, их атаковали как правило ночью, когда в надводном положении лодка развивала скорость до 17 узлов. Небольшая скорость в подводном положении давала возможность кораблям охранения преследовать лодки, особенно когда со второй половины 41-го года их число увеличилось. Лодка находится на перископной глубине. Эндрос рассматривает вражеское судно. В охранения нет, поэтому Эндрос решает потопить корабль из палубного орудия. Расчет 88-миллиметрового орудия достает снаряды из водонепроницаемого хранилища под палубным настилом. Как правило, из орудия добивали корабли, получившие попадание торпеды. Торпед было ограниченное количество, поэтому их стремились экономить любой ценой. Когда запас торпед был израсходован, лодка возвращалась в порт. Впоследствии эта проблема была ликвидирована кораблями снабжения и дойными коровами, подводными лодками снабжения. На этом корабле также установлено орудие, он ведет ответный огонь. Исход не вызывает никаких сомнений. Несколько попаданий 88-миллиметровых снарядов ниже ватерлинии решают судьбу корабля, и он тонет. Два шестицилиндровых дизельных двигатели, мощностью 1400 лошадиных сил каждый, использовали топливо, складирующиеся во внешних топливных цистернах. Они обеспечивают лодке типа 7 характерный пузатый вид. Эндрос и первый вахтенный офицер рассчитывают курс и расстояние до цели, координаты которые были получены по радио расшифрованы на непоказанной оператором машине Enigma. Звучит сигнал тревоги. Все брошено, экипаж разбегается по боевым постам. Электромоторы снова включены, происходит срочное погружение. Подводная лодка направляется в район, где обнаружен конвой. Эндрос глядит в перископ. На коризонте виден конвой. Цель выбрана. Торпеда загружается в аппараты. Отдается приказ ПЛИ и первая торпеда выпущена. Слышится грохот взрыва. Подводники радуются успеху. Эндрос наблюдает перископ запылающим судном. Вскоре еще один торговый корабль исчезает средь волн. Эндрос прекрасно справлялся с поставленной задачей уничтожения торгового флота. Его итоговый результат составил 142 тысячи тонн. Одним из первых он получил свой рыцарский крест. Это произошло 12 сентября 1940 года. На сей раз лодка обнаружена. Или ее выдала волна образованная перископом или нащупал гидролокатор. Корабль охранения идет прямым ходом к подводной лодке. Отдается команда приготовиться к атаке глубинными бомбами. Лодка резко уходит на глубину в надежде опуститься ниже установленной отметки взрывателей бомб. На глубине резко возрастает давление воды. На глубине 150 метров может быть поврежден прочный корпус и в лодку начнет поступать вода. Взрывы глубинных бомб сотрясают пытающиеся скрыться лодку. Экипаж тревогой следит за показаниями глубиномера. Детонация гасит освещение. Теперь подводники должны перекрыть доступ воды через клапаны в центральном басту. протечка ликвидирована. Лодка возвращается на перископную глубину. Зачастую упорство охотников заставляло подводные лодки находиться на глубине очень долгое время. Эндрос отдает приказ всплывать. на закате похода ухудшается. Вакция на мостике вынуждена одеть непромокаемые костюмы, чтобы продолжать наблюдение. Как правило, погодные условия в Северной Атлантике были неблагоприятными. Видимость ограниченной. Такой ситуации обнаружить противника было нелегко. Рубка подводной лодки не была достаточно высокой для того, чтобы ввести полноценное наблюдение. Внизу экипаж пользуется предоставившейся возможностью выспаться. Из-за небольшого внутреннего пространства количество спальных мест было ограничено. Вернувшись из вахты матрос ложился на койку, с которой другой только что заступал на вахту. Даже для офицеров условия были крайне стесненными. Для торпедистов уход за вверенным им оружием был важной составляющей похода. Угри, как прозвали торпеды, каждые 4-5 дней проходили осмотр. Для этого их приходилось извлекать с мест хранения. Командир, который также отдыхал, должен осмотреть подчиненного, повредившего руку. В стесненных условиях незначительные пациенту дают выпить стакан шнапса или трофейного виски. Эндрасс пользуется предоставившейся возможностью и пьет сам. Командант. Командант 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 на мостике на мостике утренней вахта ведет поиск кораблей противника. На море неспокойно, лодка пробивается сквозь волны. На горизонте обнаружен дым. После мгновенной оценки ситуации раздается сигнал тревоги. экипаж должен готовить лодку к погружению. Спавшие подводники тут же скакивают и по узким проходам бегом направляются на боевые посты. Песенка Лили Марлен позабыта. В дело вступает отлаженный механизм подготовки к бою. Повторяются все операции по выпуску торпед. Впоследствии Эндрас принял командование 567 лодкой типа 7C. В ней он принял бой с кораблями охранения конвоя HG-76 за неделю до Рождества. Эндрас и другие подводники вели атаки на конвой в течение пяти дней. Им помогали кондоры 40-й авиагруппы. Ранним утром 22 декабря после двухчасовой охоты шлюп королевского флота Детфорд обнаружил лодку Эндраса и потопил ее глубинными бомбами. Эндрас и весь его экипаж погибли. Дюнит сказал, что он был одним из лучших и самых опытных командиров. В сентябре 1939 Дюнит заявил Гитлеру, что для победы ему нужны 300 лодок. Однако реакция была запоздалой. И только в середине 1941 года, когда возможности подводных лодок были уже ограничены, началось их массовое производство. массово. В мае 1941 года их было уже не 49, а 124. В декабре 236. Но количество лодок на позиции реально увеличилось лишь следующим февралем, потому что очень много их использовалось для подготовки новых экипажей на Балтике. Дюнниц не мог ожидать, что Гитлер выделил значительные средства и возможности на строительство подводных лодок, поскольку 22 июня началась война против Советского Союза. Гитлер считал, что победа будет быстрой, однако требовал, чтобы ресурсы были отданы прежде всего армии авиации, действовавшим на этом театре. Если игра на Востоке не закончится быстрой победой, то подводному флоту еще придется драться за ограниченные средства, выделяемые на его развитие, хотя война постепенно становилась все более масштабной. Дюннису также не удалось через гроз адмирала Реддера повлиять на решение Гитлера отправить часть подводных лодок на Средиземное море. 26 августа Дюннис получил приказ из штаба Фюрера об отправке шести лодок из Атлантики на Средиземное море, где они бы охраняли трассы конвоев из Италии в Северную Африку, обеспечивающие снабжение немецко-итальянских сил. Он расценил это как изменение стратегической линии, оттягивания резервов из Атлантики, которую сам он считал основным театром военных действий. Теперь средства распылялись на второстепенные театры. Причем именно в тот момент, когда Дюннис мог использовать растущее количество подводных лодок для нанесения сокрушительного удара по Атлантическим конвоем. Оружие буквально убивали у него из рук и отдавали непонятно куда. Гитлер был очень беспокоен состоянием дел своего итальянского союзника. Королевский флот добился ощутимых успехов в действиях против сил Осина в Средиземном море. Несмотря на наличие пропагандистских фильмов, таких как этот, показывающие, как итальянские корабли охраняют конвой. На самом деле итальянцы, вступившие в войну в мае 1940 года, испытывали массу трудностей в борьбе с английскими подлодками и надводными силами. Гитлер не хотел, чтобы его союзник отступал от данных и обязательств и отправил лодки на Средиземное море с целью обеспечить преимущество в борьбе с англичанами. Первые лодки прибыли в сентябре и действовали с базы Ла Специя на северо-западном побережье Италии. Формально они подчинялись итальянскому командованию, но действовали независимо, поддерживая большой, но бестолково действовавший итальянский подводный флот. Первой серьезной победой стало потопление авианосца «Арк Ройл». Он входил в эскадру «Эйч», и вместе с линкором «Малайя» был атакован лодками У-81 и У-205 в ночь на 13 ноября. Экипаж постарался сделать все, чтобы удержать торпедированный авианосец на плаву, но тщетно. Корабль затонул. Теперь у королевского флота на Средиземном море не осталось авианосцев. У-81 была атакована, но сумела уйти даже после того, как на нее было сброшено 180 глубинных бомб. Победу одержал капитан-лейтенант Фридрих Гугенбергер. По возвращении в Ла Специю его встречали представители итальянского и немецкого командования. Он был награжден рыцарским крестом. На церемонии присутствовал капитан-лейтенант Ханс Дитрих фон Тизенгаузен, командир У-331. Он принял командование этой лодкой типа 7С 31 марта 1941 года. И до того, как его перевели на Средиземное море, совершил один ничем не примечательный боевой поход. 25 ноября Тизенгаузен обнаружил английскую эскадру из трех линейных кораблей и восьми эсминцев у побережья Мессель-Матру. Тизенгаузен выпустил веером четыре торпеды в линкор Бархэм, модернизированном ветерану Ютландской битвы. Гибель Бархэма была заснята и оказалась одним из наиболее впечатляющих эпизодов войны на море. Вместе с королем погибло 860 членов экипажа. 27 января 1942 года Тизенгаузен был награжден рыцарским крестом. В другом полушарии правительство Японии решило начать войну против США и Великобритании. Она намеревалась создать новую область процветания в Азии. 7 декабря 1941 года адмиралы Нагума и Чаичи организовали атаку 300 самолетов на Тихоокеанский флот США в Перл-Харборе. Удар был внезапным. Торпеды и бомбы обрушились на линейные корабли. Большая часть была потоплена, однако на стоянке не было главной цели атаки американских авианосцев. 7 ноября 1941 года было названо президентом Рузвельта в Днем Величайшего Позора. На следующий день он объявил войну Японии, хотя Гитлер всячески ограничивал действия своих подводников против американцев, чтобы у них не было повода начать войну. Теперь он сам объявил войну Америке и скоро серые волки не будут знать пощады. Продолжение следует...